Тема активного долголетия стала главной на первом межрайонном форуме мудрости «Серебро души» в Эжве. Ко дню пожилого человека учреждения культуры и соцзащиты собрали жители старшего возраста в местном Доме культуры. Гости разошлись по разным площадкам, где познакомились с разными направлениями досуга, организованными в Эжвенском районе для старшего поколения. Завершился форум добрым чайпитием и праздничным концертом. Ольга Коняева знает подробности. Начинают форум мудрости с дыхательной гимнастики. Это в современных реалиях буквально жизненно важное занятие. Помогает преодолеть последствия ковида, да и профилактика неплохая. Следить за давлением, правильно питаться, заниматься активностями. Здоровый стиль жизни – это то, что поможет и от болячек, и от хандры спасет. Во дворце спорта у нас группа здоровья есть. У нас фитнес есть вечерний, теннис бесплатный. У нас пенсионеры ходят, теннис играют, волейбол бесплатно приезжают. У нас даже из города приезжают, играют волейбол. Так что акваэробика у нас есть, занятия. Мне кажется, если человек желает, можно найти. Мы живем, я бы сказала, такой бурной жизнью. И доказали это. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне наша эжвенская ветеранская организация заняла второе место из 22 по республике. Это говорит о том, что у нас мы полноценной жизнью. 100 участников сэжвы Сыктывкара, Сыктывдинского, Карткиросского, Усть-Вымского районов. Больше 10 организаций предлагают записаться в творческие кружки, на профессиональные курсы, спортивные секции, посещать поэтические вечера и просветительские беседы. Есть даже нейробика, гимнастика для мозга. Это для пенсионеров как раз хорошо. Можно все. Это и тут, и там, и здесь можно посмотреть все. И заняться чем хочешь, тем не можно. Участники форума разделились на площадки здоровья, социальная помощь, культура, добровольчество. Сейчас в КОМе почти 10 тысяч волонтеров серебряного возраста. После форума их может стать еще больше. Помощь добровольцев ощутима в самых разных сферах. Тамара Анатольевна работала председателем ЖУ. Человек активный, не сидит без дела даже на заслуженном отдыхе. А потому вступила в ряды серебряных волонтеров. Помогает Центру соцзащиты проводить акцию «Красная гвоздика», субботники, зарядку для пожилых. В этом году к столетию региона у нее новая миссия. Игровые занятия для детей и людей с инвалидностью. Кругосветка по КОМе – это авторская разработка. На базе социальной защиты ЖУ разработана эта игра. Приходят детки, детки особенные. Но с ними очень интересно играть. Они очень любопытные. Эта игра направлена как раз таки для того, чтобы закрепить знания о республике КОМе, о ее достопримечательностях, об экологических объектах. И в том числе направлена на то, чтобы детки проводили свой досуг совместно с нашими сотрудниками, с нашими волонтерами серебряными, в том числе, так как они у нас активно помогают. Есть запросы на психологическую помощь. Аж случается, что выход на пенсию после долгой трудовой жизни – это тяжело морально. Ощущение ненужности и одиночества, тревога за свое здоровье. В микрореабилитационном центре соцзащиты помогают справиться со стрессом. Проблемы не накапливают, стесняются прийти к психологу, но мы можем помочь. Снизить тревожность, какие-то фобии немножко ослабить, вообще поддержать психологически. И в самом ДКБ направлении досуга для старшего поколения достаточно. Популярны местные коллективы из артистов серебряного возраста. В нашем учреждении такой коллектив, как народный хор «Поющие сердца», который имеет звание и который уже работает очень много лет. Собираются они уже, это просто, можно сказать, однодружная семья. Также у нас есть танцевальный коллектив для людей старшего возраста. Он вообще у нас появился по инициативе правкома Сахтовкарского ЛПК. Сейчас в этот коллектив входят все желающие. Сейчас во дворце набирают актеров и актрис. Сейчас открывается инклюзивный театр. Выйти на сцену смогут люди с ограничениями по здоровью отдельной группой для старшего поколения. Об этом тоже узнали приглашенные. Собираться вместе гости предложили почаще. Сделать ежегодным форум «Серебродуши». Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».